Расстроен, да, видимо, Андрей немного произошедшим, собственно, на карте, но все равно неплохо сыграно для Торнадо Энерджи и, видишь, круг здесь не очень веселый показался, да, отметил то, что Мелмана потеряли, ну, практически ни за что, да, и не смогли там нормально отыгрывать в конце, вот. Вот, что еще сказал, ну, краш, они, то, что крашнулись в Сан-Мартин, сказал то, что предрекали эту зону и в целом все у них было вроде осознанно, да, и сказал он то, что немного отдохнули они после прошлой недели, потому что не очень удачная, как говорит он, для них была, ну, и просто не могли играть в свою игру, а сейчас вроде более-менее что-то получается, ну, и пятое место не так плохо выглядит, учитывая вообще плотность. Начинали 56 поинтов в начале дня. Да, то есть 105 у Энс, 87 у Торнадо Энерджи. О, спасибо. Нет, не может быть. А, может быть же. Ну да, но в Нлайджи набрали очков, считай, топ-1 забрали сейчас, поэтому они могли подвинуть Торнадо Энерджи. Ну, в общем, на начало дня у них было 56 очков. Еще понравилось то, что сказал Андрей по поводу того, что как изменился их геймплей, они начали играть быстрее. Они поняли из-за того, что слишком долго они раскачивали в самом начале игр, потом они не успевали за происходящим и не смогли как раз-таки вот своей игры продемонстрировать. Сейчас они стали играть быстрее, мы с вами как раз-таки видим, что перемещение быстрее происходит, что вдруг какие-то непонятные ротации, их не застают врасплох еще во время лута, да, когда они все еще где-то там на своих плюс-минус расплитанных позициях, а тут уже ротации совершают какие-то топовые коллективы. Те же, скажи мне эти, скажи, те же ТСМ заехали на те позиции, где могут теоретически встретиться с Торнадо Энерджи, да, там Торнадо Энерджи уже близко не было на тот момент и так далее. Поэтому как бы был разбит, он рассказал, что очень расстроен тем моментом, что победа ушла к этому заклипанному стволу, к преграду, он реально фильтанул, мне кажется. Ну, надеюсь, что это просто эмоциональное состояние по итогам второй карты, в дальнейшем как бы все стираем, начинаем следующую карту, погнали все по новой и будем двигаться дальше. Да, они на хорошем фейсменте находятся, и тут, ну, конечно, момент неприятный, но именно глобально пока нечему расстраиваться. Да, они бы были сейчас на третьем месте, если бы победили, да, но в таблице, но тут отставание не такое большое, да, каждая игра здесь роляет, но нужно просто собраться и дальше отыгрывать в таком же духе, и даже если это все будут вторые места по окончании турнира, ты будешь занимать первую строчку, тут уже без шансов. Поэтому для Торнадо Энерджи все выглядит прям неплохо. Из СНГ коллективов разочаровывает, наверное, Юнити и Пингвины, да, с сегодняшней игрой своей, потому что не получается заехать в зону, зона уходит, немножко там вот файты неприятные на краю зоны случаются, и шансов зайти вообще никаких нет, то есть прям вот зона и какие-то действия до этих проков, да, они двум коллективам этим не дают поиграть дальше в лейтгейме. Если для Юнити, кстати, вариант был, закрашиваться Сан-Мартин, если бы они сильно не закручивали, то для Нуклиэр Пингвинс вообще шансов не было с вот этим поджимом ТСМов, с вот этим обстрелом от Торнадо Энерджи, там прям проходить вообще некуда было. Ну и вот этот заезд Веры, да, собственно, решил всю судьбу, ну и отличная стрельба, конечно, от Апокалиппа и ребят из Блейз. Ну у Нави тоже была очень тяжелая позиция, откровенно говоря, и как-то вот повлияли другие коллективы вокруг, да, на то, что у Нави появилась возможность пройти. Блейзи настреливали вместе с Редлайнами по переезжающим Нуклиэр Пингвинс, там ТСМы в другую сторону ушли с Тим Ликвид воевать, и вот Нави дали шанс как-то пройти. Ну, потом все равно это закончилось, все не очень хорошо. Тем временем у нас Эрангель, дорогие друзья, диагональный самолет, снова он вылетает на юго-востоке, отправляется на юго-запад через Новорепное, в принципе, в Жоржополе практически жаркие. Юнити падают на своем законном любимом споте, не знаю, насколько он сейчас любимый у них, не буду судить, просто законный спот по старту самолета оказывается Новорепное, забирают его Юнити, Геймфрайм падает на Сосновку, в центр, на самом Милитари Бейз, Фейс Клан, Пингвины вышли также на старте, практически Пингвины будут отправляться в район Липовки, плюс-минус, опять же, сейчас круг мы посмотрим с вами, и будет немного понятно, какие команды будут в дальнейшем, какие тайминги соблюдать, что ли, можно так сказать. Фейс Клан распределяет... Да, Фейс Клан сохраняет свои позиции. На Na'Vi и RedLine, и как неприятно для всех остальных коллективов, ну, может быть, там Wildcats еще порадовались. Смотри. Никто не в зоне, по сути, ну, кроме RedLine. Ты знаешь, что я могу вообще на самом деле сказать? За годы просмотра, про уровня, да, вот, про сцены вообще турниров, когда коллектив на старте круга, в центре зоны, ничего это не значит, даже если парни там лутаются. Если ты не Digital Athletics, ты помнишь, две победы Digital Athletics, когда они в одном компаунде просидели просто всю игру. То есть до последней зоны, и причем две такие игры были. И Уэнс такое было, кстати. И Уэнс такое было. Да, Уэнс тоже вроде бы было. Это Мирамара... Digital Athletics прям... Ну, это было, да, и вообще не двигались просто. Причем одна игра эта на Эрангеле была, когда вот этот новый компаунд, который как раз они все время занимали, как у Брецкого называем, да, от Шелтера. На нем, она из-за Айра туда прыгнул, и то еще Айра играла как раз в Digital Athletics, и все. И просто там просидел всю игру, всю жизнь. И потом интервью было очень смешное. Сара после победы, когда она такая, ну, как бы, так случилось. Наши полномочия, все. Да. Так, что у нас по разлету? Давай посмотрим что-то более-менее нестандартное. В принципе, редлайны забрали гадку, да, центр зоны, и вокруг гадки. Вот что я хотел закончить мысль по поводу редлайнов. Что на старте вот таких вот зон, когда вы в центре, многих, ну, многие команды очень расслабляются. И к ним просто приезжают какие-то Liquid, какие-то TSM, какие-то Tornado Energy вот в лес. Вот Айвас, где уезжает, он в лесу находится, который лес чаще всего забирали на ранних таймингах Liquid. Последнее время туда чаще всего стараются СНГ коллективы заехать в этот лес. Там еще некоторые команды, мы там видим, которые занимают именно этот лес четко под хороший контроль перекаток, переездок. Вот редлайны собираются в кучу, и хорошо. Так, тем временем Wildcats у нас забирают Южный Жоржополь и его окрестности. У нас Майка находится на транспорте на контейнерах Южного Жоржополя. Очень интересно. Остальная его команда, без потенча, находится на северном Жоржополе. Northern Lights упали в жарке. В принципе, до зоны им добираться недолго. И противников, ну, две команды, которые могут потом уехать со своей позиции, это такое, как бы, не опасно. Да, в отличие от тех же Пингвинов, тех же Фейсклан, которым нужно будет преодолевать. Да, им прям по всем тяжело. Да, либо Фейсклан сыграют через Сосновку, что они делали периодически. Они просто уезжали в такие зоны, въезжали через Сосновку. Это мы видели несколько раз. Либо посмотрим, либо будем посмотреть, как или вы говорите. Фейсклан как раз то самое. Тяжеловато, наверное, через Сосновку. Видели они, скорее всего, что выпрыгивают туда два коллектива. И принять такое решение, я вот об этом, что тяжеловато будет, учитывая вот эту информацию, полученную в самолете, поехать там. Плюс Нави не очень спешат, знаешь, и могут не дать какому-нибудь коллективу, типа GameFrame, проехать через мост адекватно. И вот зная все эти ситуации, которые могут случиться для Фейсклан, даже, наверное, выгоднее просто пробовать стать на Ликвиде, чем по Сосновке. Ну и вот как раз этот лес занимает Ликвид. Это у нас то, о чем я и говорил. По поводу GameFrame и Западного моста. Мы не раз видели, как GameFrame там либо умирали, либо оставались ждать и за зоной потом умирали. Если ты помнишь эти моменты, неоднократные. Поэтому я бы на месте GameFrame не затягивал с переездом в белый круг. Просто переплыть выглядит не так плохо, понимаешь? В Приморск уплыть, и там большое количество автомобилей, даже если там какая-то команда не пыталась. Быстрее, они едут на сета. Ой-ой-ой, они на сета едут. Сету сейчас самое главное как бы либо не выдавать своего местоположения, либо что. Торнадо Энерджи, кстати, заезжают в Кимпаунды справа от этого леса. Он нокает Текерза, хорошо. Нокает Теко, отлично работает сет. Двоих он нокнул, Текерза забирает. А дальше как сработать? Там в ухе, оказывается, у него противник. Начинает он по нему работать. Сет на горе, хорошо. А здесь есть позиции, сет еще забирает у них транспортное средство. Какой же красавец. Плюс мораль для Юнити сейчас. Вот это хорошо. Отличное начало сета. Жестко, жестко от сета. Просто шоу-ми-е-фраги едет такой. Главное, никто не попал даже ни разу. А потому что он двоих набрил там практически быстро, без шансов. Но там были какие-то прострелы в его сторону, но даже попаданий не было. И сет вообще очень жестенько здесь сыграл. Главное, сейчас на вот этих плюс моральчих сильно не втопить в зону, а все-таки аккуратненько играть. Слушай, ну смотри, он едет в район Фейрипира. Он должен знать, что здесь нато с Винсера у нас располагается. Но все, он разворачивается и стопается. Отлично. Виз потеншал. У нас все временем уехали, и для Northern Lights уже перекатка по западному, самому западному мосту нашей карты вообще не страшная. На куполе у нас были TSM. Уплотняется центр карты. Red Light снова с плитом. Да что ж ты будешь делать? Телепатировал им, не сплитоваться. Все-таки расплитовались. Ну ладно, нам будет больше хайлайтов, что ли, для нашего режиссера и для зрителей. Я только за. Как бы оборона в соло. То есть клан параллельно прямо с Блейд доезжают. Да, при том, что они едут-то через Змейку проехать. Даже не в самых удобных позициях едут с одной стороны. Но и решили напрямую заезжать, не через Сосновку. И выглядит, по-моему, правильным это решение. А вот GameFrame уехали вообще на Восточный мост. Видимо, решили, что будут закрывать Юнити после вот этой потери двух игроков. И GameFrame решили сыграть Суперс и Вова. Уехали назад и еще и мост чекают. То есть достаточно долго будут двигаться в эту зону. Надеется, что там Tempus и Face of Blaze уже проедут чуть глубже. И будет возможность и GameFrame в этот белый круг наехать. А у нас есть Тенц. Сюрприз. Никсис пытается разрабатывать. Не самое лучшее оружие, наверное, для прострела. Слушай, ну колесико-то он сбил. Сбил. А это уже хорошо. Так, ну отгоняет. Отгоняет противников. Orange тем временем забирает AirDrop. А в нем оказался АВМ. Работали игроки Natus Vincere по переезжающим игрокам команды Юнити по первой двойке. Но, в принципе, все обошлось. Natus Vincere неплохой сплит сделали. У нас гора плюс трейлерный парк. Tempus, кстати, направляются в ту же сторону. По сути, через лес. Вот эту зелень с горы Юник. Они уезжают на запад. Смотрим дальше. Что у нас здесь? Тиксу размещается с 24 на горе возле госпиталя. Диггери в Нижнем Кимпе южнее госпиталя как раз расположился. Ну и, в общем и целом, у нас дальше Растанмар уезжает в Близнецов под гору. Там есть где расположиться, собирать информацию. Энц достаточно хорошо. Широко сейчас занимает север зоны. Northern Lights проезжают. И очень неприятное, может быть, сейчас соседство. Кросс-контест даже за гору. Да, готовится контест. Там один из игроков команды Wildcat заезжает. Нет, все-таки Northern Lights понимают информацию. Резкий разворот. Все очень четко. Там немного урона по машине. Шикарит по всем и не пострелял. Между машинами как-то спрей был. Да. Ну а Game Frame у нас тем временем едут по основной части материка, по южной дороге. Пати Битл с Абом будут заезжать как раз таки в Белый Круг. Скоро их сейчас чуть-чуть не видно. Вот зона ушла от них. Скоро. Хорошо. Батуллин, Эксволюшина. А как так-то? Ой, как хорошо они здесь еще и себе и фражочек нашли на ровном месте. И как бы Майка очень опасна. Майка очень откровенно лутаться-то пошел на тиммейта, которого только что дострелили без самака. Так. Натус, Винцера отправляются в Квори. Мы не раз видели розыгрыш от Na'Vi в Квори. И как бы есть опасения, потому что не всегда он был для них удачным. Ну, с транспортом они не пенси. Трэдлайн сейчас пушат к Сэта. Сет снова один. Такой маленький угол, чтобы... Сет снова один. Сет снова один. Сплит от команды. Хирузен прикрывает. А вот теперь можно, кстати, оказаться сюрпризом. Не успел войти. По крайней мере, на своих двоих. На четверых уже входил у нас игрок команды Redline. Айвос достается сету. Сет сегодня просто в соло. В соло. Может просто в соло разделать этот топчик, эту победу. Ну да, ну и классно уезжают. Там информация, я думаю, тиммейт дали, где находятся Redline. Другие игроки и сету дают возможность с тиммейтами воссоединиться. Ой, пингвины! Ой, Богарт! А как рыбный день для Богарта получается? Прям в воду его скидывают оппоненты. Амакины засели как раз-таки на неудобном кемпе. Хеллскрим. Так это за зоны, и все. Настолько далеко за зоны встречают. И лодки рядом даже нет. Так же не везет пингвинам со входом в зону. Просто... Слушай, ну заберут, заберут. Нормально. Васку не может долго здесь находиться. У Амакина впереди путешествие. Там уже тиммейт встрял. Емпки уже в Ноке. При том, что в Ноке он от Сквейки. Но Хаймен отличную хаерочку присылает. Передает ему Хай свой. Мэнский. Ну и уиспотеншал на пути у Амакина. Поэтому Амакины уходят в поля. А у Богарта есть возможность. Правильно. Быть заборным тиммейтом. Главное сейчас понять. Да. То, что здесь все занято. И вообще с севера заезжать уже не получится. То есть нужно ехать куда-то в сторону Гадки. Пробовать там смотреть для себя позиции. Но туда уже Амакины едут. И да. Для пингвинов здесь совсем тяжелая ситуация. Главное, что даже поплыть не получится. Учитывая, что НЛТ там весь пляж закрывает. Да. 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 Но НЛТ жесткий сплит на самом деле. Спайра один. Его сейчас контролирует сразу несколько игроков команды Wildcats. Тоже, которые сплитом разыгрывают. Как-то очень жадно. Жадничьих наши команды отыгрывают. На северную часть Квори заезжают игроки команды Liquid. В ангар они сейчас будут выставляться. У Сени есть информация. Сеня достаточно близко находится к этим ангарам. Ну и в соло здесь разыгрывать против всей команды Liquid будет ему очень не с руки. Смотрит. Он собрал информацию по противнику. Будет отступать. Тиммейты без лошадап находятся чуть дальше. Тут по фастфейзу прилетает урона BSD. С Х2. Вот все чаще мы видим Х2 в начале. Что парни не находят какого-то более длинного прицела. Хотя бы троечку на старте игры у себя. И к сожалению с двоечками стартуют. Хотя и этого хватило. Чтобы по фастфейзу поломать ресурсы. Но не жизнь. Да. Ну и что заедут. Там вот Wispotential вроде проезжают. Все нормально. Я за пингвинов переживаю просто. По-прежнему. Потому что бога только забрали. Но столько времени. Ну что заедут. Я сразу на карту. Кого мы сейчас. Ну хотя бы одну игру нормально отыграть. Понимаешь. Если две не получилось. Главное потом в Тильтостан не уехать. После таких вот заездов. Ой. Чуть зона. Ёба. А тут зона именно обгоняет. Теперь тут на УТ Юнити тоже не очень приятно. Потому что Юнити отдали эту позицию редлайном. И теперь через поле нужно будет как-то проезжать. То ли в темпусах позицию. Подожди. Поздний тайминг Приморс. Поздний тайминг Приморск. Вот-вот очень. Очень выглядит хорошо Приморск. Там как бы есть Wildcats. Но они сами уйдут. И Northern Lights уже поехали. Понимают Northern Lights, что как бы нужно уходить. В Приморске мало кто останется. Это 100%. Четыре коллектива встретятся. Юнити с инцами. И Нутей. И Rapture тут едет еще из Wildcats. Если расскажет информацию о своем тиммейте, то там Сквики на дороге могут помочь. И это вообще нормально включает. Сет. Дребает. Разогрета у Диггери машина. Сейчас бы ее дострелить. А Диггери-то дальше едет. А кто может пострелять? А есть кто пострелять может? Пока что нет. Но это только впереди. Wildcats только и Tempus. Кстати, а Tempus разместились. Посмотри, в каком кемпе в низине. Тут хорошо принимать шиклеты. Уже Левента ногами тоже забрали. Очень все здорово. И тут подключается Натус Винцера. Сюрприз, сюрприз. А как хорошо. У них есть обзор на этот кемпа. Он по климу прилетает. Клип в ноке. Тони у машины, к сожалению, читается. Да-то вот просто они друг другу. Они живут как эти. О, попадает. Прилетает. Буки еще в ноги. Хорошо. Там добил клип, все четко еще и буки в ноги отпустили. О, пенсиолик упал. Это все в смоках. Да, пытался там втолкнуть как-то в дом просто тиммейта. Ну и сам еще пострадал. Ну хотя бы втроем здесь увижу. Да, конечно. Так, бенбины. Смотри, а у пингвинов-то все получается. Northern Lights поехали у нас. Нам показывают пока что редлайн, которые включаются на квори. Да пока что еще нет. Пингвины должны аккуратно все делать с прочих информация. Здесь на Тусвинсера будут соседствовать с редлайнами. Кстати, редлайны очень близко здесь подобрались. Майкл непосредственно близко. Точнее, у редлайна остальная пачка остается. Два игрока в кемпе. Ой, как вард четко. Просто контрпик поймал противника. Еще и Айра простреливает. Мар в лоух и пол. И как-то нужно уходить отсюда. Разогревается хаешка от варда. Мар, да. И Айра с вексом просто на ноге. Ой, какая хаешка-то через верх. Майкл! Взорвался! Ой-ой-ой, Бестолочь. Андрюха не видит. И тут пытается на прыжке как раз его подловить. Майкл! Забрал он Бестолочь? Он забрал Бестолочь, но сам полетел в ног. Богарте времени падает от игрока команды Northern Lights. Богарта тоже добирают. Ничего страшного. Это окей. Информация получена. Юнити работает по Батуллину. Northern Lights еще нужно снимать зону. Хиллскрим нокает Хирузена. Они столкнулись на холмах. Работают против противника. Майкла добирает тап. Сет нокает Хиллскрима. Какой же... Какой же беспредел. Там триггер СНГ коллектива. Просто между собой лыбятся. И еще НЛТ могут на Янс заехать. Как же Вард хочет все-таки спасти тиммейта. С макет открываются. Джимс правда тоже лохоповый. Джимса поломанная голова. Тут Васку приезжают. Видит он противников. Синьки все это происходит. Это на севере у нас хорошо. Васку забирает Хаймен. Хиллскрим падает от сета. Сет сегодня просто неумолим. Ты посмотри что он делает. Керузен добирает Хиллскрима. Но поинты для сета. Васку за зоной. Тиммейты кстати в зоне. А Васку нужно как-то пробиваться. И тиммейты не могут помочь ему. Они как бы есть в зоне. И вроде с этой стороны. Но в низине находится у нас Никсис с Майкой. Это Никсис по идее. Да. Никсис только. Майка в другом месте. Майка уже в зоне. Он в центре. И как раз таки к ангарам он направляется. Которые в Куори. Влетают. Влетают. Вайлдкет. Щетка. Как же от этих решеток горит у многих игроков. На самом деле. Даже я когда играю. Стреляю из окна. Там есть и решетки. Мне хочется их удалить. Прикинь как вот в Патти Битлс. Там еще и торнадо Энерджи простреливают. Отличная граната от Рэпчера. Патти Битлс он взрывает. Ап остается один. И Ап отсюда убегает. Понимает, что здесь уже не сможет он конкуренцию создать. Зорфа на переезде здесь ловят. Он вывалился из тачки. До него он остается. И в Кубе последний тоже покидает нас. Оранж находит здесь с АВМ. Минус ну Клир Пинга. 16 место для них. И 15 команд у нас остается. И 46 лайф. Это четвертая фаза идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что, они друг другу мешают? Заклипались? Они просто мешают друг другу. Мискоординацион. А тут такая история. Сеня пытается разыгрывать против последнего игрока команды Redline. А в спину уже идут Tempus. И нужно просто уходить. На ноге нужно валить. ТСМ, простите. Идут они Tempus. ТСМ идут в спину. Так, понял сейчас. Это же не Сеня добил. Добил игрока команды ТСМ. Я не увидел. Да-да-да. Добил игрока команды ТСМ. И Сеня сейчас должен понимать, что не все так просто. Ну да, по нему тоже стреляли. Он еще и урон получил от ТСМ. Кембо что? Кембо пытается разыгрывать. Мэкси заходит в спину. Ликвиды хорошо перемещаются. Как раз тройка Ликвида выходит. Будет пытаться работать против команды ТСМ. А там по мирке урон прилетает. Кембо находит Оранж. Уже Юнити подняли. С другой стороны тем временем. Как же ж неприятно. Натус Винцера вот тоже, казалось бы, да? Близко к центру зоны. Заняли квори. Не могут удержать парней. Взрывают Кембо. Остается последний игрок. Это Сеня. Сеня будет как-то здесь сейвиться между тачек. Он здесь между тачек и гаражей. На гаражах, короче, разберемся. Сейчас с тобой поговорим. Наверное, пытается качать ему противники. Очень хорошо Юнити отыгрывает эту карту. Прям нравится. Ну там, скажем так, Сет, да, дал вот такой вот вектор четкий на старте. Именно по выживаемости. Потому что мы очень часто видим флаку. Ну да, Бакева вообще фричных, получается, залетела. И, соответственно, на поле это очень близко. Очень близко. Игрокоманды Юнити к противнику. Сейчас нужно максимально аккуратно. Сет! Пытался Сет выходить, но там встречная флешка. Да, там, ой, как же ж неприятно. Молотовый летят. Херузена пытается откидывать. Ну вот там, отлично, Сет, разменивает Орнджи. Дает два... Два нока, Сет набирает тут же беру киллета. А, нет, он только двоих. Нет, еще не минутки двоих. Микс слева, ой, как неприятно. Все-таки фикс, только Сета, там Томил работает по тексту, тут же пиксель забирает. И что? Аэросфиксом. Аэросфиксом будут пытаться проходить. Сет лежит в низине. Контроля нет. Сета будут бесплатно отдавать. К сожалению, но зато разрез ультима, это какая голова от фиксов. Просто Данимон там лопнулся, мысли вылетели на заружу. Ой, что происходит? Как же здесь хорошо разыгрываю ТСМ? Но ничего, смоки есть, можно поднимать своего тиммейта. И уже Аэро пытается найти этот уголок, взрывать. Дип Танимон отбирает, выходит еще и... Что? Что я запутался, что-то произошло. В общем, тут ноданлайс пришли. И вроде как спасти не получится. Да, но НТ подошли и здесь уже без вариантов. И как же, наверное, Сеня там в шоке просто сидит вокруг всего. О, и-й-й-й-й-й-й-й-й. Мэкси все-таки увидел Сенечку и забирает. Минут диггеры там от Ваня, есть размин. Вики-буки дается М24 нок по фазфейзу. Отличная голова от него. Ну и Аэрофиксы, наверное, хочет спасти. но вариантов там очень мало, потому что Team Liquid уже совсем рядом и информация у них по игроку ТСМ есть, где-то уже не зум там находятся. Ну да, да, смоки лежат. Гранаты мы просто так не кидали, поэтому рано или поздно найдут, когда смоки растеют. Обратите внимание на карту, у нас тем временем занимают ферму ту самую, либо завод Tornado Energy, очень неплохо смотрится их позиция. Иван находится за зоной, прыгает в тачку, пытается прорвать своим тиммейтом. Густав тем временем Буки-Буки опрокидывает. Там с темпусами идет война в лесу, а Сквики в соло пока что ждет распада. Тачка у него есть, будет пытаться через тачку разыгрывать. Томил падает просто от ванта, поп легких. Фастфейс также падает в ответ от Пикселика. Пикселика остается последней в строю. Вукич горит очень быстро. Помочь ему никак разрезать не получится. Ну и Густав, Эдди и Иван должны будут скоро собираться. Есть информация по Сквики, правда, Сквики тут же начинает стрелять в Густава, поэтому нужно как-то... Хорошо! Иван закрывает. Да, там Иван прикрыл. Минусенс. 12-й позиции для них. И Пикселя против двоих пока что игроков Фейс Клан. Там НУТ продолжают встречать всех игроков, которые с запада по акварии идут. И в этот раз это уже Team Liquid минус Мэкси. Да, у Нотан Лад сейчас все очень даже неплохо. Айра можно будет тоже попытаться подсмотреть внизу. Конечно, позиция не самая лучшая, чтобы выглядывать вниз. Джеймс также падает в Ноке. И зона его будет доедать. Тут как бы уже такая себе история для Liquid. Хотя Ибица дает Нок по Дипу. Густав забирает Томила тем временем. Заканчивается предпоследний игрок команды Tempus. Пикселик остается один. Разогревается Хаешка со стороны игрока команды Northern Lights. Пытается проходить у нас всеми правдами и неправдами игроки команды Liquid. Но зона душит. Зона душит. Противник также неумолим. Падает Батулин. Со стороны работают. Как раз с другой стороны Квори работают Апокалип и компания. Блейзы снова включаются в игру. Айра достается Эйди. Четко Ибица видел этот момент. Понимает он, что еще есть противник и дальше. Кеймайнд на лоухоповичах заходит в зону. Нужно отхиляться и попробовать дальше здесь разыгрывать. Ибица с Бериллием будут работать. Там Апокалип пытается работать по всем. Ну и что у нас? Пикселик работает против игроков команды. Да, не получилось здесь Пикселя. Также минус Liquid. Батулин достается Апокалипу. Также Апокалипу достается и Ибица. Ну и Спайра последнего команды забирает. Девятое место для них. И будут там резать еще Перфектикса. Ну а зона уходит у нас в сторону компаунда Торнадо Энерджи и Гаррика, который Wildcats так удачно вкушили в свое время, да, против игроков команды GameFrame. Ну и Ап вообще за зоной сейчас остается в своей будке. Нужно будет ему как-то в ближайшие дома перебегать. Наверное, не доволен, что отдали Гаррика. Да, ну и хочется задать один простой вопрос, Михаил. А где эти команды, которые были в кругу в белом на старте? Вот о чем я говорил в начале. Я имею в виду отсылочка к мысли, высказанной в начале. Ну я понял, да, то, что Redwine и Na'Vi мы уже здесь потеряли. Ну может быть, не стоит рота осуществлять или делать их все-таки побыстрее, потому что Na'Vi пропустили вперед. Достаточно много коллективов, там Team Liquid и все вообще вперед проехали, медленно отыгрывали. Ой, тут хорошо. Тибон поймал Липсина, пейдж его достреливает на ротации, минус у Буизов, ну и Амакина здесь дальше с ними воевать будут, скорее всего. Слушай, ну Амакина это излюбленное место, вот эта вот горка, этот лесок. В принципе, они здесь как и умирали хорошо, так и умирали качественно. Бывало разное. Но в принципе, они здесь часто находятся у нас. Именно с севера разыгрывать. Боу, он переезжает в Аску. Нужно как-то поднимать своего тиммейта, что по зоне. Зона уже потихонечку начинает идти, въезжают под забор. У нас игроки команды, фейсклан, экземпл, как они его стерли, просто стерли. Пытаются Торнадо Эндрши как-то дальше через хэшки разыграть. Экземпл достает все временем под Ивану, то есть, простите, Густав падает от Спайра, и Ноден Лайт со своей позицией заканчивает историю для фейсклан. Фейсклан. Ну, обидно было сейчас. Слушай, вы очень помогли, наверное, сейчас Торнадо. Да, но там помогли. Опять теряют игрока, как говорил, Квизи, ни за что. В прошлой игре. Так там сразу голова. Он вроде встречает, он дает, держит паузу, как бы дает время выпрыгнуть из машины, начинает стрелять, им просто голова, и он упал. Все. Ну, там моментально просто в голову прилетает пуля. И, ну, четко, фейсклан — это все-таки не какие-то мальчики-длебедя, которых ты просто так не примешь безнаказанно. Даже в такой, казалось бы, преимуществе. Да, Камакин машинки перевозят. Да, хотят сохранить транспорт. Ну и, кстати, не сильно открываются они под Блейз. Видимо, там простреливают то ли наутит, то ли к топене. И Блейз здесь могут себя еще спокойно чувствовать какое-то время. Хотя, вот странно, да, мне казалось, что Амакинам прям самое время выйти и попробовать ближайшего соседа как-то уничтожить. Потому что дальше спускаться если на Торнадо Энерджи, то там проблем можно нормально огрести. Ну, смотри, если Амакины сейчас выходят на хребет, вот, из которого будет видно Блейззип, они будут работать на Нотен Лайзе. Потому что Нотен Лайзе частично работает по Блейзам и открывается как раз вижен на Амакинах. Прилетают хаешки, четкие в смоки. Апокалипу досталось, перетаймили немножко. Парни, видишь, они понимают, что Сквори еще по ним будут работать. Так они ходят, они ходят, вот, типа, он ходит в прямом простреле для НЛТ. Но там хороший граната от Васку, и апокалипт тоже очень красный. Если закинуть сюда сейчас, что ли, кто? А вот там граната! Апокалипу вышел. Ну, там постреляли, да. Вышли все-таки пострелять, Амакина молодцы, да. Забрали своего соседа. Без серьезной потери хеллс-поинтов от НЛТ. И молодцы. Могли и раньше продать и сделать, ну, вот он вот эту в свою очередь идет уже пушить этот Гарик, где Wildcats сидят. Ну, нет, все правильно. На самом деле, на медленных скоростях разыгрывали данную ситуацию Амакин очень предусмотрительно и расчетливо. Все четко сделали, никого не потеряли, никто в ноги не улетел, никто не потратил ресурсов. Соответственно, ты готов к след... Красиво от вышки отталкивается граната. Здесь как бы идет... Ну, ты уже сколько киллов получается десяточку настреляли? У них было... Кто не обратил внимание? Снимем до поинтов или что-то такое. Сейчас у них 97. 99. 99. Девяточку. Еще было 88. Так, майка. Тибон опрокидывает. Тем временем у нас реплей. Включается пейдж. Это против из потенчала и показывают нам розыгрыши. Или это не реплей. Это... У нас сейчас происходит в реальном времени. Некстис умирает. Умирает. Кстати, Истанбул Wildcats отлично вкушили Northern Light своих оппонентов. Что у нас также вы умерли из потенчал. Ой-ой-ой-ой-ой! Как Дипа здесь подловил, Аля! Четко уже выходят игроки Торнадо Энерджи. Посмотри, как зона остается у них частично на заводе. И вот этот холм, который позволяет выходить, работать по противнику, просто супер для Торнадо Энерджи. Все четко на контроле. Да, Торнадо Энерджи тут могут взять реванк за прошлую игру и... Снова 2 СНГ коллектива в топ-3. Да? Причем те же. Снова НЛТ и снова Торнадо Энерджи. Да, неплохая хаешечка вылетает со стороны Вашку. Типа он уже в ноги. По Перфектиксу очень много урона прилетел, но Перфектикс продолжал сидеть. Все-таки ног по Перфектиксу. Спайра. Лоу-хэповый. На краю... Это все на краю зоны происходит. Фактически за зоной. Спайра пытается разыгрывать на лоу-хэпе. Тут Амакины очень четко пытаются убежать. Вашку! Нет, все-таки не переиграть. Очень открыто и агрессивно разыгрывали парни из НОЗОНЛАДС. По сути, Торнадо Энерджи. Сейчас должны забирать этот топ. Да, должны забирать. Есть СВА еще по-другим. Все, а Вашку остается последний. Лоу-хэповый Вашку. Инфы по нему нет. Пока что кроны закрывают. Он закидывает его полностью. Он ползает за зону. И это топ-1 для Торнадо. Ты посмотри. 4 кила. Окей, немного. Но третья карта... Не обгонит. В НОУТ, получается, больше поинтов забрали себе. Не к тому. Это плюс мораль. Это, знаешь, как компенсация за прошлую карту. Ну, вот как. Не, понятно, что это много поинтов в любом случае. И темп, и эмоционально, и вот уже третий, там, две карты. То есть, два топа из трех карт. Вторая карта топ-2. Другое дело, то, что соседи тоже набирают поинты. Ты понимаешь, что, да, окей, ты выигрываешь, но у тебя обгоняют люди, которые также на втором, там, на третьем месте находятся. И эта победа, она приносит, конечно, поинты, чтобы оторваться от каких-то преследователей, которые внизу таблицы находятся, да, но она не дает тебе возможности набрать, чтобы уйти как-то гораздо выше, да, вверх. Единственное, что ты перегоняешь, там, ну, возможных Team Liquid. Слушай, но ты набираешь очки. Не набирают... Ну, в любом случае, да. Энс не набрали, Liquid не набрали. То, что с тобой параллельно набирают Northern Lights, окей, но это как бы более-менее привычная история. И либо ты будешь топ-16 отлетать и не набирать вообще поинтов. Топ-9 ты отлетаешь и один килл делаешь. Либо ты забираешь топ-1 с четырьмя киллами, ты набираешь 14 поинтов, и ты стабильно набираешь, ты в хорошем наборе по очкам вообще идешь за сегодняшний игровой день. И как бы все равно, кто тебя там рядом с тобой, кто там с тобой набирает, ты продолжаешь быть чисто хорош по игре. И вот это главная моралька. Я это к тому, что реванш не получится взять у Northern Lights, именно только продолжение вот этой мысли было, да, про карту прошлого. Да, то, что все равно меньше поинтов набирают. Ну, и НОТ, конечно, сегодня очень хорошо выглядит. Да и Торнадо тоже хорошо сегодня выглядит. А, вот он. Это Иван. Да, Иван, конечно, здесь. Это Иван, тихо, тихо. Это Иван. В треке у другого Ивана. Красивые хаешки. А, вот как у Миран нам как раз показывают, это мы видели. Ног дипа от Али четкий. Так, ну и Перфектикс, да. Все красиво, очень четко. Торнадо Энерджи, конечно, крайне хороши. Сегодня просто... Первое, знаешь, как... Не отдал, правда, здесь килл последний еще игрок команды Амакин, но упал за зону. Но все равно, победа есть победа. Ну, смотри, первое, можно сказать, и фортануло отчасти. Так, вот первая карта, где они остались наверху, зона так напрокола, что в итоге с ними никого, и они могут стрелять, там выйти поделитесь, а мы сверху, и все будет нормально. Все-таки третья пати топ-1, да? Топ-1 третьего пати. По сути, получилось. Вторая катка была именно боевая, все четко, они с Нодден Лайт сделили Сан-Мартин, при том, что они даже встретились один раз, дали ног, там, ну, в общем, была у них стычка, разошлись, и уже в конце финальная стычка вместе с Нодден Лайт и не выиграли. Ну, топ-2, ну, вот очень близко. И вот третья карта, все четко разыграно, заехали в этот завод, при том, что они заехали достаточно, ну, рано в этот завод они заехали, рядом с ним находились. И все, напрокола дальше. Ну, и вот результат на наших экранах Амакины первую строчку занимают благодаря количеству настроенных киллов, 16 поинтов. Дальше идут у нас Нодден Лайтс, также 16 поинтов. Торнадо Энерджи идут третьими и далее. Head-to-head Амакины против Нодден Лайтс. Нам показывают сравнение второго и третьего места турнира, именно, то есть, сегодняшней третьей карты, да, турнирного дня. 10 киллов у Амакинов, 11 у Нодден Лайтс, 16 поинтов, суммарно, что у тех, что у тех, полторы тысячи урона у Нодден Лайтс, 1200 у Амакинов. Сет, красава, сет, кстати, плюс мораль, я думаю, у Юнити сейчас настроение должно быть чисто на киллах заработали Юнити, прям классно смотрелись в этом розыгрыше и как двигались и как файтились, да, там в одном из последних файтов уже, конечно, не получилось, но вот и Ивана тоже радостно видеть в этом списке. Спайра, Дип, Пейдж, Васку, Сет, также в дмэйдж-лидерах, Сет на первом месте, 640 урона. У Сета, можно сказать, игра пошла на ура, просто невероятно. Единственное, что по плейсменту там ничего не получилось, но вот, как ты уже и говорил, на киллах парни отлично настреляли. Должно сейчас это добавить морали в действиях дальнейших, более уверенность можно обрести как раз в нахождении с этим лобби на карте, потому что первая неделя была, скажем так, не очень. Да, ну и уходим на небольшую паузу, совсем скоро вернемся.